Итак, мы с вами продолжаем у нас сегодня 29 занятие. И решила я немножечко всё-таки вспомнить три недели назад, с чего мы тут с вами закончили. И сначала давайте посмотрим на обычном языке, как это бывает, а потом перейдём уже на наш язык для того, чтобы понять и расшифровать то на самом деле, что происходит в нашей жизни. Итак, давайте вспоминать. Живой человек, маленький ребёнок, находится, оказывается в ограничениях, в какой бы то ни была системе координат, семья, садик, школа и всё прочее. Те ограничения, которые он усваивает, они в принципе всегда будут ассоциироваться с тем образом жизни, который он вёл, и бессознательно, если человек не занимается, не пытается различить и мудростью, не старается себя обременить, то эти ограничения останутся тем самым образом жизни. И в принципе он сам себя убаюкивает к концу жизни о том, что это норма, и не надо искать лучшего от худшего, и это не самое плохое, не самое хорошее. Но как индикатор в этом случае, человек с вами, разговаривая или с кем-то, а вы слышите, он будет ориентироваться по отношению к тому, что у него лучше, по отношению к кому, у кого хуже. И это такое бессознательное само гипноз, который даёт ему эгоистическое восприятие самого себя, и это порождает чувство власти. Что я имею право, коль у меня лучше по отношению к этому человеку или к этим людям, то я тогда имею право их куда-то встраивать, что-то с ними делать, потому что объяснительная база. Следующее — это когда человек начинает потихонечку осознавать, и ориентир уже идёт на людей или на те системы, или на то положение вещей, где очень навязчиво мир ему начинает показывать, что есть что-то получше. И тогда происходит выбор. Именно роли, именно доли, не важна воля, а важна доля, которая заложена в нашей памяти, то ли разрушать, то ли создавать. И для этого нужно напряжение внешнего характера, внешней ситуации, так как, вспоминайте, жизнь нам не строит, не ставит задачи. Жизнь нам приносит боль. Для того, чтобы, превозмогая боль, мы смогли улучшить своё качество жизни. И третье, последнее — это когда человек на уровне мышления или начинает преодолевать, и меняет ядро, и начинает разбираться, развиваться. И изменения, которые он совершает в настоящем, приводят его или к ухудшению, если ядро выбрано неверно, и роль поставлена неверно, и действия, совершаемые им, разрушительны, или наоборот происходит улучшение качества жизни, если он начинает созидательно строить не только свою жизнь, но и открывается по отношению к людям. И самое главное — умеет различать. Не тупо слова слушать, не то бы обещания иметь, не тупо заявлять позицию, что я да нет, 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 а понимая, что любое слово, любое действие всегда несёт за собой именно те пресловутые последствия, которые мы очень долго-долго разгребаем. И отсюда у нас выходит очень парадоксальный вывод. Наш замысел — это как причина, которая имеет на нас влияние из будущего. Мы очень хотим, чтобы новое положение вещей обрело материальную реальность. Следствия — это как идущие на нас события, мы их читаем как препятствия, или как недоразумения, или как неожиданность, или как ещё какую-нибудь ерунду, и не пытаемся с ними именно справиться, не давать, не высказывать, вернее, какое-то своё пресловутое мнение, вот мне это нравится, не нравится, я это буду, я это не буду, а с чётким пониманием, что есть череда ситуаций, через которые нужно пройти, посмотрев на эти данные ситуации миром, которые выстраиваются как шлагбаумы перед нашим новым положением вещей, изменив действия, изменив мышление, изменив мировоззрение, собрав по-другому конфигурацию тех или иных фрагментов, совершив другие действия, мы изменяем эту ситуацию, проходя эти препятствия, получаем новое положение вещей. Это как подарок, это как результат наших верных, осознанных, совокупных действий, и он становится сам собой разумеющийся. Почему очень важно научиться получать удовлетворенность от процесса? Когда человек не азартный прыгает и бьётся головой в закрытую дверь, он очень быстро устает, у него мало что получается, он крайне редко проходит какие-то, называется, бег на короткие дистанции, рывок, пробежал, не успел, упал, даже не отжался. А когда человек понимает, что да, вот я действительно этого хочу, я могу объяснить, почему я этого хочу, это мой замысел, мой сценарий, это будет причиной, которая нас будет сподвигать на определённые подвиги и поступки именно в процессе достижения, тогда меняется мышление. И это называется логика, когда мы понимаем, что следствие и причина, они меняются. Если этого у нас не происходит, то начинается огромное количество обвинений, разочарований, обид. Обида — это что такое? Это когда я дисциплинарно не хочу разбираться, где я косячу и делаю тупо одно и то же, потому что ни одна ситуация в нашей жизни не приходит следующая, если вы предыдущую не прошли. И когда человеку хочется сказать, нет, я вот это не буду, типа царь зверей, это я не буду делать, а вот это мне дайте, потому что я решил, что это такое, почему у нас причина — это власть не человека над этим миром, а человек должен сотрудничать с этим миром, сотрудничать честно, искренне и никогда на себя не брать больше, нежели чем он может освоить. Тогда и опорный инцидент, как опора его мировоззрения, как действия, они всегда будут последовательно изменять ту пресловутую реальность, или ту иллюзию, из которой человек никак не может выбраться. Вот давайте посмотрим, для того, чтобы у нас было четкое с вами понимание. Вспоминаем. Любую систему ставьте сюда, любую, да, точка опоры, любая система причиняет боль, потому что крайне редко кто-то заинтересован как носитель, как держатель системы, они всегда знают, кому младшему в подчинении, лучше, качественней, потому что авторитет, держатель системы всегда со своим мировоззрением лучше знают, что нужно его ребенку, нужно его подчиненному, нужно там той стране, или народу того, или цивилизации в целом, неважно. Но вот авторитарность системы подразумевает, что насильственные методы принуждения, дрессировки всегда идут через боль. Почему так трудно человеку меняться, и почему так быстренько подменили всевозможные эти личностные такие, как эти, коучи, да, три дня, и у тебя все будет получаться. И толерантность, она введена только по одной причине, что боль-то вам будут причинять, но и жалеть вас будут. Для чего? Чтобы конфликты исключить. Если нет конфликта, нет победы. Мир устроен, он дуален. Он всегда двухполярен. Есть минус, есть плюс. И если конфликты убираются, то тогда будет ограничение, более ограничение. Есть понимание? Если мы смотрим в вертикальную систему, если мы смотрим в горизонтальную систему, то тогда ограничения всегда порождают страх, страх всегда порождает бессилие, я не могу, я там как-то не хочу, не буду, не надо. И ожидание как результата можно ждать бесконечно. Почему? Точка опоры, если мы берем, это всегда наглость, о которой никто никогда не говорит, но все хотят этим и стать. Точка опоры, когда человек надевает на себя систему разрушения, разрушения чужой системы, он всегда должен обладать патологической наглостью. Патологической. Это обман, ложь, манипуляция в глаза и абсолютные аргументы «я прав, ты дурак». И начальник-то дурак. Есть понимание? Но для того, чтобы это работало, не должно быть вот этой настоящей, настоящего конфликтной ситуации ринга, где каждый при помощи своих знаний, при помощи своих способностей, при помощи своих навыков он может объяснить и должен понимать, что не статус играет роль, там генеральный директор, там еще кто-то, или мама, потому что так сказала, а потому что присутствуют оценочные аргументы, признаки, которые можно просчитать и распаковать. Конфликт подразумевает изменения. Если не происходят изменения, значит кто-то проиграл, кто-то выиграл. Выигрывает всегда тот, кто причинил боль. Потому что болевую систему, физическую и душевную, душевная боль сильнее. И душевную боль выдержать человеку очень сложно одному. Его кто-то в этот момент должен поддержать. И поддержать не так, чтобы пожалеть, а объяснить, почему не получилось. И тогда человек может это преодолеть. Если этого не происходит, а его гладят по голове и дают конфету, он навсегда останется в рабстве. И тогда его заблуждение будет подразумеваться. Ну, это не так страшно. Я узнавала одну девушку, которая всегда говорила одну и ту же. Да не важно, кто в семье зарабатывает. Ну, не важно. Главное, чтобы семья была. Я говорю, ты хочешь сказать, что он 20 лет отлежал у тебя, на койке ты его кормила, поила. Это семья, что ли? Она говорит, ну, зато он у меня есть. По отношению ко всем остальным у нее лучшее положение вещей, потому что она в дом никого не пускала, был штамп в паспорте и был наличие мужа, когда приходили ненадолго к ней в гости, и он там, ну, занимался клоунадой за этим праздничным столом. Вот так зарождается обман. Есть понимание, о чем раздорует? Значит, третье — это вариативность, с которой нам нужно справиться, чтобы вышла роль. Боль — это превозмочь боль любой системы дрессировки. Это ни в коем случае безответственно не относиться к себе, потому что если человек не идет вперед, не развивает,